Привет, братишка, привет, сестричка! Ты находишься на канале Зеф Гейминга, с тобой, как всегда, Александр. Сегодня я тебе расскажу, как в Red Dead Online сделать одиночную сессию. С выходом обновления Натуралисты в Red Dead Online... Просто, я не знаю, Rockstar снова обосрались, если признаться честно. Они выпустили обновление, они потребовали 25 золотых слитков за роль. Они выпускают во вторник обновление с крокодилами, и никто, сука, из нас не может их заспамить, потому что на спаун влияет очень много различных факторов. Погода нужна, время суток нужно выбрать, нужно, чтобы никого там, сука, не было, нужно, чтобы не было лагеря, да столько... 25 золотых слитков? За что? Я не знаю. Поэтому я тебе сегодня расскажу, как увеличить твои шансы на поимку легендарного животного. Я рассказал, что можно пользоваться интерактивной картой, воспользоваться там, подобрать время суток, погоду, прийти, и нихера не получить по итогу. Почему? Потому что будет бегать какие-нибудь шайки от таких же, как это, пинкитеров или... А, траппер, вот, траппер будет бегать, ловить его, пытаться, и никто, сука, себе не поймает по итогу этого крокодила. И, конечно же, может какой-нибудь хороший человек просто-напросто поставить там свой лагерь. Поэтому я тебе расскажу, как сделать одиночную сессию. Конечно, сразу тебе предупреждаю, что, возможно, на долгое время ее тебе не хватит. В районе 10 минут, какая-то 5, какая-то 10, может быть больше, все зависит от твоей удачи. Поэтому слушай внимательно и запоминай. Если ты мне постоянно пишешь, типа, блин, заебал, снова много воды, то ставь дизлайк, пиши, что много воды и уходи. Потому что я текст не готовил, все без текста. Вот то, что я знаю, как я делаю пустые сессии, так я тебе сейчас все и расскажу. Если ты мой хороший подписчик, случайный зритель, который реально хочет быстро и понятными словами понять, как делать одиночную сессию, то устраивайся подобнее и мы сейчас начнем. Перед началом видеоролика я хотел бы попросить тебя подписаться на канал, если ты еще не являешься подписчиком. Ведь на канале очень много интересного и качественного контента. Если ты являешься, то ты красавчик. Не забудь поставить лукасик, потому что так наш видеоролик увидит, как много больше людей. И, конечно же, я хотел бы сегодня поблагодарить нового нашего спонсора. Карл Джонс, ты просто красавчик, братишка. Спасибо тебе за спонсорскую подписочку. Огромное тебе спасибо. И, конечно же, Алексей Шипачев. Ты тоже красавчик. Спасибо тебе, что ты являешься нашим спонсором. И теперь у нас уже на канале два спонсора. Братишки, вы лучшие. В общем, не смею больше вас задерживать. И погнали разбираться, как же создать одиночную сессию. Итак, я расскажу о первом способе. Я тебе ничего показывать не буду, потому что это нужен еще какой-нибудь дружочек-пирожочек. А у меня дружочки-пирожочки уже все спят, потому что время позднее. Одиннадцатый час вечера. Ну, кого-то просить зайти в Red Dead Online. И так уже всех расстроило вот это вот не спаун на животных легендарных. Поэтому я решил никого не расстраивать на ночь глядя. И я тебе просто расскажу. Есть покерный столб. Как сделать? Тебе нужен друг. Да, друг нужен. Обязательно. Поэтому, если у тебя нет друга, то можешь промотать. Там есть такое 15-секундное мотание. Поэтому давай клацай на следующий рассказ. Если у тебя есть друг, значит приглашай его в Red Dead Online. Пускай он на готове ждет до твоего приглашения на покерное дело. Но в покер тебе не придется играть. В общем, ты переходишь. В Валентайн, например. В Валентине есть в магазине, в кафешке. В общем, там вот есть покерный стол. Но ты не присоединяешься к покерному столу, а создаешь свою сессию. По приглашению для друзей. Ты создаешь сессию, заходишь и отправляешь приглашение своему другу. Но друг не принимает его. Ты нажимаешь кнопку Home, видишь его там, где присоединится своего друга, я имею в виду. Находишь его. И по готовности ты ему говоришь, чтобы он нажал присоединиться по приглашению к тебе. И в этот же момент ты нажимаешь присоединиться к нему. Соответственно, у тебя выйдет ошибка типа тру-ля-ля, тру-ля-ля. Все, ты не можешь присоединиться, потому что как-то что-то не сложилось у тебя. А твой дружочек-пирожочек прогрузится в пустую сессию, соответственно, он тебя приглашает. И вы вместе радуетесь одиночной сессии. Этот способ работает не всегда, потому что на стриме мы пробовали два раза. И, в общем, короче, обосрались два раза. Но с периодичностью это получается, да. Получается создать одиночную сессию. Поэтому не нужно сразу писать комментарий типа Зеф, что-то ничего не получается. В общем, это на удачу. Конечно, удача приходит намного быстрее, чем со спауном диких животных. Поэтому с некоторого количества раз у тебя получится залететь в одиночную сессию. И ты будешь уже там радоваться. Конкретно сколько по времени будет держаться эта одиночная сессия, я не в курсе. Поэтому, в общем, экспериментируй и пиши, сколько она у тебя продержалась. Теперь следующее. Следующее, следующее. Следующее. Как получить, да. Вот теперь я тебе покажу, что это реально работает. Это реально можно сделать. Смотри. У нас 24 человека. Что нам нужно сделать? Есть параметры сетевой игры. Да, вот это меню получается. Я нажал меню. Это уже следующий способ, кстати. Второй. Я расскажу о двух способах. Потому что другие, типа там, через друга читера можно как-то сделать. Да, ну это все сложно. Я тебе расскажу, как ты быстро все можешь сделать. Параметры сетевой игры. Здесь изменить внешность. Мы нажимаем. Не волнуйся. 10 золотых слитков у тебя останутся, если ты все сделаешь правильно. Нажимаешь изменить. Далее, далее. Все. Не волнуйся. Ничего не спишется. Все у тебя останется. Главное. Ничего не делать. Ты заходишь. Сюда сейчас у тебя загружается изменение внешности. Ты сразу засекаешь время. Тебе нужно выждать от 5 до 10 минут. Вроде бы 5. Хотя может быть 10. Но я постараюсь. Я надеюсь, что все-таки мне достаточно будет 5 минут. В общем, сейчас мы загрузимся. Ничего вообще не нужно трогать. Вообще ничего. То есть ты ждешь, пока у тебя загружается. Я, кстати, переметаю. Не волнуйся. Я ускорю время. Для тебя это пройдет очень быстро. Это для меня будет 5 минут. А для тебя, не знаю, может секунд 30. Может меньше. Может больше. Не знаю. Но в общем быстро. Не волнуйся. Ты так? В общем, не переживай. Главное дождаться. Сейчас мы появимся в меню изменения внешности. Запоминай. Если ты ничего не сделаешь здесь, то не волнуйся. Где 10 золотых слитков не спишется. Все. Вот. Я такой вот стою. Брутальный мужичок. И теперь засекаем. У меня сейчас 22 часа 14 минут. Все. Ждем. Ждем 5 минут. В 22.19 я, соответственно, снова начну разговаривать. Конечно, у тебя, как я сказал, это будет быстро. И мы с тобой проверим одиночную сессию. Пока мы ждем. В любом случае тебе нужно это будет сказать. Чтобы потом не занимать время твое драгоценное. Потому что ты же все хочешь быстро узнать. Эта одиночная сессия ненадолго. Я тебе скажу. Примерно минут на 5-10. Если ты никого не будешь приглашать. Если ты пригласишь, то точно минут на 5 хватит максимум. Но ты можешь сказать. Блин, да это же мало. Я хочу на 3 часа себе одиночную сессию. Такую сессию, ну, очень-очень геморно создать. То есть там, я думаю, что ты не захочешь этим заниматься. Это делать. Я, конечно, могу что-то там поискать. Попробовать сделать. На PS4 там вроде как полегче это сделать. На ПК посложнее. Потому что Rockstar для чего-то это все прикрывает. Неизвестно для чего. Но сложно это сделать. Но. Как ты можешь воспользоваться этим временем? 5 минут. Казалось бы, даже-даже 5 минутами. Можешь подумать, что этого мало. Но нет. Ты, например, приехал. Ты уже определился временем. Например, у тебя ясная погода. Или, например, дождь идет. У тебя сейчас 4 утра. Ты понимаешь, что ранним утром, да, примерно там часов 7-8 спавнится аллигатор. Который тебе нужен. Прям вообще очень сильно, чтобы он заспавнился. Ты приезжаешь. Ты видишь, что тут вроде бы могут ходить другие игроки. Можешь не будут ходить. Может быть, эта сессия, в которой ты сейчас находишься здесь, может определенное количество уже поймали, да, этих животных. И все. Спавн как бы закончился. Потому что мне есть предположение, что, возможно, спавн животных идет по количеству. То есть, если у тебя есть определенное, точнее, в сессии, например, 10 животных можно заспавнить. Ну, точнее, они заспавнятся. Только 10. Соответственно, ты заходишь, а здесь уже заспавнило 10 животных. То есть, игроки уже поймали 10 легендарных животных в этой сессии. То все. Как бы ты ни бегал, как бы ты ни старался, у тебя ничего не произойдет. Когда ты делаешь вот эту сессию, которую мы сейчас с тобой делаем, которую мы с тобой ждем. Она делается. Сейчас, если ты не в курсе, новая сессия. То есть, ты зайдешь в пустую сессию, где еще не спавнились животные. Соответственно, когда ты зайдешь в нее, у тебя уже будет обновлен спавн животных. И ты сможешь снова так себе спокойно, в общем, ловить легендарных животных. И у тебя очень сильно увеличатся шансы на спавн легендарных животных. Поэтому, в общем, давай. Я сейчас перемотаю на 5 минут и мы с тобой заценим наш результат. Нам осталось, в принципе, ждать 2 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, наше время подошло. Теперь пора выходить. Как ты видишь, я вообще ничего не нажимал. Теперь можно выходить в сессию и проверять, получилось ли не получилось. Хотя, я надеюсь, конечно, что тут достаточно 5 минут. Если сейчас не получится, значит 10 минут. Наверное, второй раз не буду делать, поэтому скрестим пальчики и вроде бы 5 минут нужно. Все, выходим. Выходим в сессию. Вы действительно хотите вернуться в бандорежим? Все измените. А, блин, я забыл. Все есть? Все есть. Смотри. Все. Все как бы есть. Теперь, игрок находится в вашем сеансе. Мы стали одни, но, смотри, еще, еще есть одна тема. Я, кстати, забыл ее поставить. Это как раз-таки поможет тебе долго находиться в одиночной сессии. То есть, если ты никого не будешь приглашать. Там друзей своих и еще кого-то, кого-то, кого-то. Смотри, что нужно сделать. Перед тем, как туда переходить, вот здесь вот социальная игра, отключай. То есть, выкол остановишь и переходишь в изменение внешности. Тогда у тебя долго не будет присоединяться людей. Это я забыл сделать. Но сейчас, в принципе, у нас все получилось. Достаточно 5 минут. То есть, мы сейчас одни пока что в сессии. И постепенно люди начнут присоединяться. То есть, это второй способ, как можно в течение буквально 7 минут все это дело замутить и быть в одиночной сессии. Не забудь, перед тем, как переходить в изменение внешности, выключаешь социальную игру и переходишь в изменение внешности. Ждешь 5 минут. Ничего вообще не делаешь. Просто заходишь. Ты появился. Все. Ничего больше не делаешь. И потом выходишь. Все. Ты вышел. У тебя одиночная сессия. И ты можешь себе так спокойно заниматься своими делами. Это прикольно. Я обязательно протестирую и посмотрю, как быстро спавнится животное. То есть, я, например, приеду на болото. На то же самое. Или в другую местность. Животного не будет. Я потом перейду в закрытую сессию. И посмотрю, как будет спавниться животное. То есть, из скольки таких переходов в закрытые сессии. Ну, точнее, не закрытые, а свободные одиночные сессии. У меня получится заспавнить легенарное животное. Я обязательно проведу этот эксперимент. Просто все говорят, у кого не спавнится, делайте одиночные пустые сессии. И пробуйте так. То есть, понятное дело, что это прям не самый максимальный выход. То есть, в любом случае, Rockstar будут фиксить проблему спавна животных. Потому что это реально проблема. Но я проведу такой эксперимент на выходных. Потому что сейчас нет времени это проверять. В общем, не забудь поставить лукас. Подписаться на канал, если не подписан. Если подписан, то вообще, Rockstar, пиши в комментарии, сколько у тебя получилось продержаться. И, кстати, не забудь выключить социальную игру. И потом пиши. И никого не приглашай. То есть, игра один. Понятное дело, если ты хочешь в команде, тогда у вас в любом случае, даже если ты выключишь социальную игру, у тебя все равно будет примерно минут 5-10. Это максимум. Потом чуваки начнут спавниться. С другой стороны, если вы будете на болотах, то к вам сразу не будет спавниться. Не будет ставиться лагеря. И, соответственно, у вас все пока что нормально будет. Плюс сессия чистая. Спавн животных нулевой. Соответственно, у вас есть шанс реально поймать легендарных животных. В общем, всего тебе хорошего. Спасибо, что посмотрел этот видеоролик до конца. И жду тебя в комментариях. Пиши, делись. Какие ты способы знаешь. Может, ты еще какие-то такие вот незаморочистые способы знаешь. Обязательно с тобой пообщаемся. Не забудь, что в понедельник у нас получается 10 августа стрим по Horizon Zero Dawn. Игра вышла на ПК. Также 10 числа выйдет и, соответственно, видосы по оптимизации игры на не очень производительных системах. Поэтому не забудь посмотреть этот видеоролик и прийти на стримчик. Бери с собой побольше кофе, потому что стримчик будет долгий. В общем, всего тебе хорошего. И не прощаюсь. До встречи в следующих видеороликах и на стримах. Продолжение следует... Продолжение следует...